Привет. Так, у меня здесь бородатый мужчина. Представься, кто ты откуда там? Меня зовут Денис, я из Якутии, из поселка городского типа Кангаласа. Так, а большой поселок? Ну там сейчас 1200 человек. 1200 человек? Да. Круто. Не особо круто, потому что вчера было 1203. Да. Ну, смотри, я себя сейчас чувствую, да, вот как не особо популярная девочка в Инстаграме. Мне бы хотя бы сейчас два лайка собрать, ребят, понимаете? Да, неплохо, я понял. Ну, слушай, мне не остается только пожелать тебе этого. Дима, объявляй. Абстрагируемся от всего сейчас, друзья. Потому что на самом деле его рост 2 метра 43 сантиметра. Просто он из Якутии, а на больших расстояниях все выглядит маленьким. Денис Антипин. Кангаласы. Поселок городского типа. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Слушайте, меня зовут Денис, да? Я вот такой человек, если я знакомлюсь с кем-то и узнаю его имя, я всяко-разно его, знаете, коверкаю. Но ничего не могу с собой поделать. Но чтобы вы понимали, короче, у меня есть друг Саня. Ну как Саня? Санчез. Сантьяго. Сан-Диего. Сан-Об-Бич. Понимаешь? Вот интересно, тебя как зовут? Полина. Меня Денис очень приятно. Ну смотри, Полина. Полина. Санчез. Сантьяго. Сан-Об-Бич. Очень рад тебя видеть. Смотрите, я очень люблю путешествовать, да? Но так как я из Якутии, я путешествовал только по Якутии. И вот я проезжал один из городов, и мне очень сильно захотелось в туалеты. Я спросил у местных жителей, типа, а куда можно сходить в туалет, типа, где нормальный туалет? Они сказали, что единственный нормальный туалет в этом городе только в администрации этого города. Понимаете? Я пришел в администрацию, дело в том, что у меня было настолько серьезное и напряженное лицо, поэтому никто не спросил, куда я иду. Я просто такой, все, мне надо. Я поднялся, зашел в туалет, и как бы обычный туалет, ничем не примечательный. Но там есть одно но. Знаете, там нет туалетной бумаги. Вместо туалетной бумаги там ксерокопия паспортов жителей этого города. Это абсолютная правда. Вы понимаете, что администрация во всех смыслах просто срать на население. Я взял одну ксерокопию, да, а там такой взрослый дяденька был. Я смотрю, типа, блин. Ну, его и так жизнь потрепала, да. А тут я еще, я такой убрал и поискал жертву помоложе. Я такой, листайте, вообще кому-то достанется. А я достаю, короче, а там Александр. Ну, как Александр? Санчес? А я Сантьяго? Санава-Бич, погнали. Как получилось? Я тебя обожаю. Ты как рандомайзер, знаешь, просто... Я очень явная решень. Окей. Это твои проблемы. Все же были в пятом классе? Ребят, все были в пятом классе, да? Я тоже был, это круто, да? Думал, это просто моя фишка только. Я был в пятом классе, мы с одноклассниками любили собираться, знаете, собираться дома у одного и просто заниматься всякой фигнёй. Мы там в компик играли, просто мультики смотрели. И у него был старший брат, который всегда приходил и почему-то просто раздавал нам подзатыльники. Просто пытался как-то самоутвердиться за счет нас, да, ему 16. И вот просто мы так как бы терпели, и один из нас психанул. Он сказал, если еще раз этот ублюдок меня тронет, я встану и прямо в лицо ему скажу. Поцелуй меня в задницу. Мы такие, вау. Вау, вау. Это твой выбор. Твой выбор умирать молодым. Нас в это не втягивай, окей? На следующий день мы собрались, история повторилась. Заходит старший брат, раздает подзатыльники, доходит до нашего смертика. И он встает. И прямо в лицо ему. Поцелуй меня. И все, понимаете? Он засал на полфразы. Мы, чтобы хоть как-то эту неловкую паузу, мы же одноклассники, мы же все друзья, мы поддержали его всем хором. В задницу. Ну, как обычно, получили все, понимаете? Как я и сказал, я люблю путешествовать. Я недавно ехал в метро, и напротив меня сидела молодая мама с дочкой. А я безумно люблю детей. Я смотрю на эту девочку, она такая на меня смотрит, улыбается, начинает мне рожицы корчить. Я тоже в ответ, понимаете? Она такая... И я тоже... Она мне язык показывает, я ей тоже язык показываю. Знаете, у нас идет такая баталия. Это замечает мама и такая... О, как это мило. Со стороны, возможно, мило. Да, но у меня, блядь, война. Все, я такой... Я сейчас уделаю тебя, типа. И все, да. Со стороны, возможно, мило, но это было до определенного момента, пока маленькая девочка вот с таким лицом не положила руку на юбку мамы и начала медленно ее поднимать. Я такой, типа. Нет, 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 нет. Я так часто это делал, что это медленно переросло вот в это. И это тоже заметила мама. И она такая... И они такие, знаешь, с ужасом вышли. Вышли на следующей станции. Понимаете? Я в своем детстве постоянно спорил с родителями. Ну вот всегда. Всегда спорил, но они выигрывали. Они всегда выигрывали в спорах только с одним аргументом, типа. А вот если все прыгнут с крыши, ты тоже спрыгнешь? Вот и все же в детстве такая фигня была, да? А вот, я знаете, я всегда отвечал, нет, конечно, нет, я же не дурак. Но сейчас, проанализировав и подумав, я понял, что если вдруг все захотят спрыгнуть с крыши, а это 6 миллиардов человек, то тут явно есть какая-то причина, понимаете? Понимаете? Я не буду стоять в стороне. Вы просто представьте, что это за такая огромная крыша, где стоят 6 миллиардов человек, и все вниз летят такие. И среди них моя мать, которая такая... Даже не смей. Она летит вниз, а я стою такой в стороне, такой, типа. И я не боюсь, я прыгну за ней. Я за всеми прыгну. Знаете почему? Потому что я уверен, мне не страшно, я приземлюсь на мягкое. На 6 миллиардов человек. Кому-то сегодня перепадет, ребята. Кому-то сегодня перепадет. Ну ладно. Смотрите, я делюсь с родителями очень многим. Я рассказывал стендап отцу, и он меня послушал такой и сказал, «Слушай, сынок, мне кажется, стендап — это не твое». Я не растерялся, позвал младшую сестру, я говорю, «Смотри, батя, мне кажется, это не твое». Всем спасибо. Меня зовут Антипин Денис. Денис Антипин-Кангаласы. Ой. Я, знаете, вот честно, искренне, Дэн, я переживал за то, что ты будешь не так хорошо заходить, как мог бы, после вот этого Вани Табакова, понимаешь? Потому что, ну, это дичь была, да? А у тебя такая классика, и классика забавная, и здорово, что вроде... Ну, мне понравилось, Вася, понравилось ли зрителям? Денис. Денчик. Ден. Дендроид. Дэнсер Дёрти. Дэн Тиринян. Дэн Независимости Армении. Не знаю, что можно... Твое выступление очень зашло зрителям из зала, но было одно «но». У тебя появился конкурент. Девушка. Девушка, как вас зовут? Марианна. Марианна отхапала половину комментариев. Марианна. Марихуан. Да. Мармеладинка. Отхапала половину комментариев. Ты, наверное, в постели огонь просто. Не, 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 мне кажется, она вырубается и все. Она в постели. За целый день, знаешь. Аплодисменты. Представь, как это страшно, если, ну, в то время секса с ней она постоянно что-то тебе выкрикивает просто. Ну, так же все. Да, мам! Ты-то куда в этой шапке лезешь вообще? Посмотрите на нашего участника сейчас. Я просто подумал, что где-то в 30-м государстве, где-то вот сидит Белоснежка и считает гномов такая разная. Сука, где Ворчун? Где Ворчун? А он вот на стрим стендап приехал. Слушай, а история про Санчеза, Сашу и прочее, это про Сашу, которая у тебя на майке? Это как-то связано? Нет, на майке у него, по-моему, Марианна как раз. Алексей, Алексей... Она спит, но все равно кричит. Это профессиональная деформация называется. Алексей, я потом вам в отеле расскажу и покажу, что это за персонаж. Нет, Дим, я не хочу, чтобы ты мне показывал. Причем пантомимый. Лучшие моменты покажу лично. Леша, лайк или дизлайк? Слушайте, ну, короче, мне прям вот... Я сейчас, мы ушли далеко, конечно, Марианна. Если и правда вас так зовут, спасибо. Да, 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 вы не умеете лгать, это точно. Это лайк однозначно, было круто, весело. Спасибо. Ян, ну, я, на самом деле, Ян, это просто такой рабочий момент. Я Ваську знаю, Лешку знаю. Участник мне уже нравится, он мне перестал быть в какой-то момент интересен, в плане того, что я перестаю на него смотреть, смотрю только на твою реакцию. И я смотрел все это время, как и до этого, на других участниках, и ты прям ржал, поэтому я, в принципе, не сомневаюсь, что это будет лайк. Я, не, ну... Есть ли какие-то но? Ну, да. Когда я смотрел твои вайны в 2015-м, ты был не такой жирный. Вот. А сейчас... Знаешь, это инфантильность в вайнах твоих, тогда еще, если кто-то смотрел его вайны, и зрители тоже могут заметить, была такой детской. Сейчас эта детская инфантильность превратилась в действительно шутки, над которыми я ржал. И я все время думал, блин, ну, Денис, все же вроде ок, да? С двух... С десятка вайнов два заходили очень классно. Но сейчас эти вайны, эти шутки, это начало тогда, в 2015-м, превратилось в хороший юмор. Я смеялся, мне было хорошо. Это? Лайк. Это лайк, отлично. Лайк, лайк, ты поздравляю, красавчик, конкурент мой. И Вася, что? Просто без лишних слов, 85%. 85%. Рекорд! Рекорд сегодняшней программы, 85%. Лайк, ты вообще сознаешь? Ты понимаешь, что произошло? Еп! Ты порвал вечер, это круто, Женя, дай команду. Ждем тебя на баре, поздравляю. Денис Антибин, красавчик! Слушай, ну это было очень смешно, правда. Мне понравилось и выступление, и все, что происходило после выступления. Тебе стоит поблагодарить Мариану, правда, она сделала с тебя полработы. Это было восхитительно. Я думаю, у меня будет время после всего от ее отблагодарить. Я уверен, что будет. Скажи, пожалуйста, как сам оцениваешь выступление, доволен? Ну, прикольно, я кайфанул. Это самое главное. Мне нравится выступать, и когда ты выступаешь в свое удовольствие, то есть это круто. Я согласен, это действительно было круто. Мы кайфовали вместе с тобой. Вот это самое главное. За это тебя аплодисменты. Спасибо большое. Так, а тем временем мы переходим. Так, чего, последний что ли, да? Так, а тем временем мы переходим.